да 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 вы кто такой вообще я то мне тоже хотелось бы знать кто я так вы это держите себя в руках а то я охрану позову вы кто вообще где ваша медицинская карта вот как твоя медицинская карта вот не приближайтесь ко мне ну и кто вы кто вы у нас ну казимир петрович не недорезов ну вы были у меня на столе операция прошла успешно в чем дело чем дело ты скальпель ты касала по глазу операция на ребре на ребре ну а ты как что сделал то я сделал что ты сделал гад что у вас боже мой боже мой что это 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 папа закройте пожалуйста смотри гад я на это каждый день смотрю какой же вы баба твою очка даже симпатичная женщина убью сихотину тихо 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 спокойно сейчас мы разберемся я сейчас техническую документацию посмотрю но это у нас как когда было это было у нас 13 в пятницу а что хороший день подождите 13 в пятницу мы празднули юбилей нашего главарача из мульт лазаревича хорошо праздновали я помню у меня спрашивает жорик может тебе хватит а я не до что у меня еще две операции наливайте произошла врачебная ошибка ошибка ты циркуль то недоделанный у меня была операция на ребре я понял а ты из меня что бабу сделал господи ты слышишь я из ребра бабу сделал я повторил это короче ты циркуляр или ты мне возвращаешь все как было или заказывай столик в морге я вас очень прошу давайте мы успокоимся и нормально поговорим а я не могу успокоиться у меня гормональный взрыв ну все равно вы держите себя в руках вы же леди а ведете себя как лесоруб так я и есть лесоруб я деревья валил и ребро сломал а теперь мужики меня из бригады выгнали их можно понять ну подумайте терпеть в мужском коллективе слабую женщину нифига подобного слабую они терпеть готовы страшную не хотят послушайте ну между прочим сейчас же 30 число вы почему ко мне раньше не пришли а я раздумывал все таки на пенсию на пять лет раньше ну вот вот слушай дорогой да вы просто пока не осознали всех преимуществ своего теперешнего положения я не осознал а жена моя как осознала ёлки пал ну да действительно наверно и для вашей жены это ваше преображение стало большой неожиданностью как неудобно получилось слышь ты кишкокопатель ты вообще хоть знаешь что такое неудобно неудобно это когда ты снимаешь пальто а у тебя каждый раз поверх пиджака лифчик надет вот это неудобно ну послушайте дорогуша ну вы скоро привыкнете к этой женской сбруи да как же сволочь я тебя убью как же как я могу привыкнуть к женской сбруи если жена не хочет со мной делиться говорит что ты мне на день врачей не подарил то и носи и что что в резиновой лодке по квартире плаваю спиннингую плюет извините я голову оторву тебе неудачная шутка я вас очень пожалуйста присядьте я присяду ты ляжешь я вас очень прошу ты понял присядь я хочу задать вам очень важный вопрос как врач врач да какой ты врач присядь как копатель скажите как у вас теперь с вашей женой ну понимаете не волнуйся гаденыш там полная идиллия как это как лежим обе в инюарах со свежим педикюром смотрим фильмы про любовь наслаждаемся и молчим чтоб маску на лице не потревожить и вот когда я сейчас нахожусь по ту сторону баррикад я хочу сказать как на духу если бы в эту святую минуту ко мне полезло какое-то небритое мурло за дыры ну надо же Казавир Петрович мне правда мне вас так очень-очень жаль это же вы теперь как мужчина и налево не сходите если честно у меня и направо не очень-то получал подождите то есть вы хотите сказать что это ваше преображение от этого ваша жена не так уж сильно и проиграла спасибо вам выиграла я теперь у нее самая лучшая страшненькая подружка мне жена как лучшей подружке все про меня рассказала вы себе не представляете с каким козлом ей приходилось жить и мама ее говорила а ну Казимирка а а а а а послушайте Казимир Петрович а да ладно можно просто Казя Карза Очень мило Карза Петрович А давайте мы с вами Выпьем А что давай Давайте Я же теперь спасибо вам Только с тещей пью Да Она меня не пускает Гараж к моим дружбанам Боится что я Дитем по доле принесу И на ее жилплощади пропишу Да это очень неприятно Ну давайте Пожалуйста За все хорошее убью Извините Давайте Каверир Петрович Вы знаете о чем я подумал Вы понимаете что вы теперь Можете осуществить Несбыточную мечту Всего мужского населения Планеты И устроиться на работу В женскую баню Кем Евнухом Почему Евнухом Этим Баботером И вообще Вы только представьте Вы понимаете что Вы перешли в другое качество Кончилась эра подарков Из носков и пенки для бритья Наступила эра Шуб и бриллиантов В подарок Вот так в своей жизни В тёще И скажите На 8 марта Теперь мы с вами Равноправды А что И правильно И пусть дарят Конечно А что я Не заработал Ла Убью Извините Я же как Как белка Я как Как баба в колесе Белки-палки Не светил Я проснулся Пошёл Приготовил Поесть Накрыл Покормил Убрал Помыл В засупке Побежал С пятого этажа И он Травай Троллейбус Базар В магазине Скупился Полные сутки Троллейбус Травай Опять на пятый этап Задолбался Уже Конечно Они же ведь Родные А я у них Кто Почирится Это же хорошо Ещё что За подснежниками Не посылают Да Убью Видите Убью Да Давайте Ещё Пожалуйста Ну По капельке Ну Давайте За дружбу А 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 что это вы так на меня смотрите? А я вот подумал, подумала, что дружбы между мужчиной и женщиной так и не бывает. В каком смысле? Ну, должна же быть у меня личная жизнь. СМЕХ Послушайте, Казя Петрович, Казечка, Казюечка, понимаете, мне очень лестно ваше предложение, но видите ли, дело в том, что вы не все знаете. Понимаете, я очень хороший хирург. И как это может нам помешать? Понимаете, Казюля, я привык доводить свою работу до идеального состояния. Ну, короче, академик Павлов. Понимаете, Казюля, я сделал из вас не просто женщину, а женщину непорочную. Ну, вы же знаете историю о непорочной деве. То есть, ты, Пигмалион Хренов, ты хочешь сказать, что я в свои 59 лет девушка? Да. Вы представляете, какая это будет неожиданность для вашего первого мужчины? А зачем ждать? Сейчас мы все это и проверим. Пифа, Каза, Каземир Петрович. Петрович, Петрович, я все это и делаю!